Мы же в Европе живем, мы же все видим, что вокруг происходит. И все прекрасно понимают, что как только появляется какой-то закон, в котором вместо союз мужчины и женщины говорится союз физических лиц, это уже, считай, перейден Рубикон. Пандора начала действовать. То есть после этого законы пойдут один за другим, и мы окажемся в той ситуации, в которой оказываются сейчас даже в самых цивилизованных странах Европы родители детей, например. Вот я сейчас им пересказал сюжет, который недавно видел. Девочка из религиозных убеждений, причем она христианка, отказалась посещать уроки сексуального воспитания и толерантного воспитания. В результате сначала папу в тюрьму упекли, потом, когда у мамы прошла беременность, и ее тоже в тюрьму упекли. И протестуй, не протестуй, результата не будет никакого. Значит, это первое. Второе. У нас хоть и самая атеистическая страна в Европе, и верующих у нас всего 27% по данным Евростата, но все-таки я первый раз вижу, чтобы отцы церкви, всех восьми церквей, входящих в Совет Церквей Эстонии, подписали единое обращение к парламенту. То есть рядом стоят подписи Стефания и Корнили. Это два представителя, один от Константинопольской православной церкви, другой от Московского патриархата. И они рядом, вместе на этом документе. То есть верующий человек, для которого церковь хоть какое-то значение имеет, не может после этого по определению поддержать этот закон. Третье. Этот закон, он чистый такой рабочий брак. Одну ситуацию могу привести в пример. Например, запрещены браки с несовершеннолетними. Это в первом параграфе. Они как бы исключаются. В пятом параграфе говорится, что по достижении совершеннолетия, если у того, кто был несовершеннолетним, извиняюсь, не заключены браки, а договор о совместном проживании, то есть у того, кто на момент заключения этого договора был несовершеннолетним, нет претензий, значит и все в порядке. Значит, все нормально. И когда обсуждали, я привел такую ситуацию в зале, для Европы достаточно такая реальная ситуация, то есть взрослый житель Эстонии, мужчина, привезет откуда-нибудь из Таиланда 13-летнюю девочку, естественно, с поддельными документами, ну такой вариант сексуального рабства, и с какого-то перепугу заключит с ней договор о совместном проживании, как бы привязать ее к себе. Пройдет пять лет, он ни за что не отвечает. Ну и последнее, ну, пожалуй, самое важное, все время обсуждения этого закона звучат красивые слова. Терпимость, солидарность, толерантность, единство общества и так далее. И у любого, кто здесь в этом зале слышал дебаты за последние 15 лет, как я, например, сразу возникает вопрос, а где ваша толерантность, когда я прихожу просить за садоводов, которые в Нарве не могут продать свои несчастные участки никому, кроме как гражданам Эстонии. И опять раз с этой, ну, откровенно скажем, мелкой темой приходил, и мне каждый раз объясняли это интересами безопасности. Где ваша солидарность, когда родители детских детей говорят, не будет никакого толку от перехода на эстонский язык? Мы вас предупреждали, вы в этом году проверили результаты, как там у детей получается учиться в гимназической ступени на эстонском языке, и убедились, что эстонский язык это не улучшает, а знание ухудшает. Где ваша солидарность, толерантность и попытки как-то объединить общество, когда мы, мы тоже меньшинство, только национальное, когда мы выходим со своими проблемами. Вот. Так что это личные причины, и именно по этим причинам многие мои коллеги, или по всем этим причинам, или по части из них, просто не в состоянии поддержать этот закон. Но все покажет завтрашнее голосование. Скажите, пожалуйста, есть ли в этом законе вообще регистрация отоповых браков? Я еще раз говорю, это первый шаг. Это жительство. Это первый шаг, да. Это, ну, как сказать, вот у одного замечательного писателя есть такая фраза, у Павича кажется, что люди из этого племени относятся к тем, ну, это такие люди, которым, когда пожмешь руку, надо пересчитать пальцы у себя на руке, все ли они на месте. То есть все прекрасно понимают, что это это уловка, это ловушка. Вот с этого все начнется, а после этого придут и скажут, вот этот закон, вот он вроде дает, но он не объясняет. Давайте следующий закон, следующий закон, следующий. И уже открытым текстом на совещаниях говорят, да, потребуются какие-то прикладные акты после этого. Ну, что поделаешь. Сегодня прозвучало, что цена правящей коалиции, то есть за что взяли социал-демократов вот в эту правящую коалицию, это как раз закон о совместном проживании, который ИРЛ, которых я, честно говоря, без большой любви к ним отношусь, но никак они не могли поддержать с их представлениями о семье, традициях и так далее. Так что речь идет просто о сделке, и никто не пытается просчитать, а к чему это в результате приведет. К сожалению, это так. Депутаты, которые сидят на этих скамьях, они представляют интересы народа, который вышел сюда в эти выходные, который пишет большое количество писем. Эти письма приходят и вам. Расскажите что-нибудь. Письма приходят, начиная с апреля. Бывают такие волны, когда появляется очередная информация в газетах о том, что комиссия провела очередное заседание, получены очередные обращения. Кстати, это, если посмотреть на сайт парламента, вот зайти в правовую комиссию, посмотреть вот конкретно этот законопроект, я еще не видел ни одного законопроекта любой степени сложности и важности, по поводу которого бы поступило в Риге Когу столько писем. И вот когда очередной всплеск такой где-то в СМИ происходит, начинают приходить письма. Ну и естественно, сейчас у нас кальвинация этого процесса. Вчера я погасил где-то 1600 писем. Сегодня, ну вот последний раз я в кабинет заглядывал в почту в 11 утра, значит, к этому времени со вчерашних где-то 5-6 часов вечера было 450. Я думаю, что сейчас там очередные, там тысячи или полторы находятся. Письма не отличаются оригинальностью как противников, так и защитников этого закона. Правда, писем защитников закона на порядок, если не на два, порядка меньше. Вот, в основном противники, что вызывает негативную реакцию. То, что они все практически исходят откуда-то из одного гнезда или из нескольких гнезд, потому что там в основном используется 5-6 текстов. Значит, письма защитников тоже оригинальностью не отличаются. Я их читал одно, второе, третье, четвертое. На втором где-то на третьем десятке мне стало казаться, что как-то все-таки вот вроде и разные эти письма, а вроде что-то и одинаковое есть. Вот, и мне удалось выяснить, что эти письма, они существуют в интернете, на соответствующих сайтах, на английском языке. Фишка в том, что каждый человек, ну, у нас практически каждый знает английский язык, вот, но при переводе получается чуть-чуть разный словарный запас, чуть-чуть разные обстоятельства, имена тоже пишут разные. В результате вроде как получаются разные письма, на самом деле источник один и тот же, то есть тоже ручейки растекаются из одного ключа. Вот, но принципиально интересных таких писем было несколько, вот, что хотелось бы подчеркнуть. Одно письмо, которое сообщило депутатам Риги Когу сколько важнейших международных документов, вот, где Эстония, наша страна, еще не соответствует европейским стандартам, сколько их не принято. О защите молодой семьи, а некоторые эти самые рамочные документы о защите национальных меньшинств детей и так далее. Вот, косвенно, может быть, это повлияло на ситуацию, что Конституционная комиссия вчера, я отстаивал проект, по которому моя фракция предложила поручить правительству ратифицировать декларацию о ликвидации и дискриминации в сфере образования. Вот, и комиссия его поддержала, то есть какие-то положительные моменты это тоже дает. Потом письма, сильно аргументированные письма юристов, которые очень подробно дают раскладку того, как этот закон противоречит Конституции Эстонии. Вот, нам ведь Конституцию придется в следующем созыве менять, если сегодня примут этот закон. Ну, вот такая вот переписка идет. Ну, большинство депутатов считают, что это просто спам такой, с которым надо бороться. Ну, действительно, в принципе, хватило бы, наверное, писем 30 для того, чтобы все эти точки зрения передались. Много говорит об этом процессе, только их количество. Они тысячами идут. Вы сказали, что сегодня еще обсуждались какие-то вопросы. Продолжение следует...